Итак, мы знаем, что алгоритм наш оказался неэффективным, потому что он просто делает одно и то же по многу раз. Давайте, во-первых, мы хотим от этого избавиться, но, во-вторых, давайте представим, а как бы мы вычисляли n-е число Fibonacci на бумажке, если бы нас попросили, ну, например, 20-е число Fibonacci. Мы бы, конечно, не стали перевычислять одно и то же, а мы бы сделали следующим образом. Мы бы вначале выписали два начальных числа Fibonacci, 0 и 1, а дальше стали бы продолжать эту последовательность, вычисляя очередное число как сумму двух предыдущих. Так вот у нас написано 0 и 1, мы бы вычислили сумму, дописали бы в последовательность, потом вычислили бы сумму двух последних, дописали новое число. Ну и так далее мы бы продолжали, пока не получили бы нужное нам число Fibonacci. Но давайте вот именно эту идею тоже и оформим как алгоритм. А именно, мы заведем с вами массив F изначально размера n плюс 1, в который мы и будем записывать нашу последовательность. Его нулевую ячейку мы проинициализируем нулем, а первую ячейку единицей. А дальше мы просто пройдемся в цикле переменной i от 2 до n и в эту ячейку запишем сумму предыдущих двух чисел, в которые уже посчитаны числа Fibonacci. Про этот алгоритм тоже очевидно, что он корректен, он просто реализует определение, хоть и не рекурсивно, а просто последовательно. Но вот с ним уже все хорошо. Он выполняет всего примерно 2n строк кода, которые 2n минус 2 строки сосредоточены вот здесь, ну и плюс 4, 3 строки кода здесь и 1 строка кода здесь. Соответственно, например, чтобы вычислить сотый числа Fibonacci понадобятся примерно 202 строки кода, что уже гораздо приятнее, чем 1021, согласитесь. Давайте также посмотрим быстренько на визуализацию, чтобы понять, что действительно рассмотренные нами два алгоритма так разительно по времени различаются. Итак, вот такая вот визуализация здесь. Давайте попробуем посчитать 20-е, например, число Fibonacci сначала с помощью рекурсивного алгоритма. Определение. Здесь используется вот такой вот псевдокод, который очень похож на наш, с той лишь разницей, что определение числа Fibonacci здесь сдвинуто на единичку. Здесь и нулевое, и первое число Fibonacci равны единице. Но не так важно для времени работы. Давайте запустим. Вот рекурсивный алгоритм пошел работать, и он показывает в частности, какие делаются рекурсивные вызовы, и подсвечивает соответствующую строку кода. Как видно, работает очень медленно. Можно даже до максимума выкрутить скорость и посмотреть, что же будет происходить с этим алгоритмом. Но происходит то, что вот он мучается и пытается хоть что-нибудь вычислить, и у него ничего не получается. Мне не кажется, что в ближайшее время он планирует закончить это делать. Действительно же, да? Давайте его просто тогда и прервем. И вычислим 20-е число Fibonacci с помощью алгоритма, который здесь называется Fibonacci Table, и который на самом деле и есть наш алгоритм с массивом. Выглядеть это будет вот так. Вот завелся массив размера 20, а дальше пошли вычислять. Работает, как видите, довольно шустро. Ну, здесь вот скорость стоит средняя. Если выкрутить до максимума, то вот так быстро посчитается. Ну, а на компьютере, конечно же, там не визуализация, там просто выполняются все эти операции, будет работать еще быстрее. То есть это отработает так. Вы нажали кнопку, и вот вам результат сразу же. Это то, как мы хотим, чтобы работали алгоритмы, которые мы пишем, и которые пишут другие люди. Итак, возвращаясь к нашему более быстрому алгоритму. Давайте резюмировать. Значит, что произошло в нашей лекции? Мы дали формальное определение чисел Fibonacci. Дальше мы это определение преобразовали в естественным образом, в рекурсивный алгоритм. И увидели, что даже уже на небольших входных данных, например, при n равном 20, этот алгоритм уж очень медленный. Дальше мы улучшили этот алгоритм, избавившись от рекурсии. Итак, мораль всей этой лекции, и не только этой, а многих других лекций, которые у нас будут в дальнейшем, заключается в следующем. Секрет успеха в правильном алгоритме.